Зульфия Шалемой ежедневно обходит пожилых граждан, чтобы узнать, не нужна ли помощь и предупредить о соблюдении режима самоизоляции. Всем людям старшего поколения напоминают, куда обратиться, если нужно купить продукты и лекарства. Их пенсионерам доставляют волонтеры, а также соцработники. Все приносят и дети мои, и заботы со стороны волонтеров. И очень часто в окно вижу волонтеров с сумками. У нас теперь на самоизоляции развлечение около окошечек смотреть на волонтеров. Всего в микрорайоне Зульфии Шалемо в железнодорожном районе Самары около тысячи, граждан которым за 65. Управляющая к одним из них приходит лично, с другими общается по домофону и каждый день расклеивает на подъездах памятки с напоминанием оставаться дома. Все мероприятия проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора. Мы не заходим в квартиру, мы общаемся на лестничной площадке, соблюдая дистанцию в полтора метра. То есть контакта такого близкого у нас нет с людьми пожилыми. Обзванивают пенсионеров и сотрудники районных администраций. Вам помощь какая-нибудь нужна, например, волонтеров, чтобы еду, таблеточки приносили? Нет, спасибо. Внук у меня ходит за продукты. Всего доброго, до свидания. Спасибо за работу. Подобная работа идет во всех районах Самары. Представители администрации, общественники, управляющие микрорайонами, сотрудники управляющих компаний напоминают пожилым гражданам, что в ближайшее время из-за непростой эпид-обстановки по коронавирусу людям старше 65 лет желательно оставаться дома. Напомним, что в Самаре в рамках Всероссийской акции «Взаимопомощи» во время пандемии коронавируса мы вместе работают волонтеры. Они помогают пожилым в доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Оставить заявку можно по телефону «Горячая линия». Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.